Первую материальную помощь 10 тысяч рублей уже получили порядка 1300 человек. В ближайшее время выплаты ожидают еще 450 жителей. Глава региона рассказал, что сегодня специальные комиссии продолжают оценивать ущербы в других муниципалитетах. Всего от ураганного ветра и нагонной волны повреждено 2000 домов в Ейском, Приморско-Ахтарском, Славянском и Темрюкском районах. Больше половины силами муниципальных штабов уже очищены от ила и мусора. Сегодня, по словам Александра Ткачева, одна из главных задач – как можно быстрее выплатить людям помощь. Из федерального бюджета по 50 тысяч получат те, кто частично лишился имущества. 100 тысяч – тем, кто потерял его полностью. А вот в Министерстве сельского хозяйства России глава региона обсудил реализацию краевой подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». Реализовывать ее будут до 2020 года. За это время на развитие сельской местности направят более 3 миллиардов рублей. При этом миллиард 800 выделит край. Основной упор сделают на стимулирование инвестиционной активности в сфере агропромышленного комплекса за счет улучшения инфраструктуры в селах. Кроме того, еще одним важным направлением под программы станет финансовая поддержка специалистам этой сферы, которые в сельской местности планируют построить новое жилье.